Девушки отдыхают А сейчас предлагаю ознакомиться, что мы будем смотреть в сегодняшней программе Сегодня беседовала с красноярцами на тему чистоты и порядка Как они предлагают бороться с людьми, которые мусорят на улице Узнаете, если не переключитесь А еще самому лучшему оратору мы подарим вот такую замечательную красную перечную кепку Эвакуировали машины, которые стояли на полосе, предназначенные для движения маршруток И штрафовали тех автолюбителей, которые по этой полосе ехали О новом рейде инспектора ДПС расскажем сегодня в проекте Дорожные войны из Красноярска А вы умеете копать картошку? Через пару минут мы вас научим А точнее не мы, а тимуровцы из трудовых отрядов Сегодня ребята вскопали целых 50 соток земли Подробности далее Зеленой рощи разыскивают насильника Как сообщили в следственном комитете, накануне мужчина, угрожая ножом, напал на школьницу в лифте дома на улице Сергея Лозо Полицейские составили фоторобот нападавшего Подозреваемый среднего роста 160-175 см был одет в камуфляжный костюм для рыбалки черно-зеленого цвета И если вы видели похожего человека, звоните в полицию или по телефону, который сейчас на экране Лучше немного прогуляться, чем потом вызволять свой автомобиль со штрафстоянки И тем более платить за это штраф Дорожные войны из Красноярска, смотрим далее Дорожные полицейские сегодня в центре города провели очередной рейд В немилость у стражи порядка попали автолюбители, которые ехали по полосе для движения маршрутных транспортных средств И те, кто на этой полосе припарковался С наступлением осени, признаются полицейские, проблема стала гораздо острее Так как на дорогах увеличилось количество автомобилей И даже в таких условиях, по словам инспекторов, всегда можно найти место для парковки, не нарушая ПДД Подходишь к водителям и спрашиваешь, почему вы остановили автомобиль именно здесь? Они говорят, так вы здесь ближе идите Я говорю, ну вы проедете, вот нормально, запаркуете машину, 20 метров в сторону, так ты оттуда уже далеко идти Однако не все автолюбители согласны с утверждением дорожных полицейских Мою машину отсюда уже из этого района утаскивают второй раз Пробуйте вот это вместе приезжать и соблюдать правила Можно парковаться где-то там за 33 квартала отсюда И по утреннему морозу в ватных штанах и без каблуков идти на работу Тем не менее штраф за езду по полосе для движения маршрутных транспортных средств Или остановку на ней составляет полторы тысячи А если машину эвакуировали, придется заплатить порядка четырех тысяч рублей Сегодня на Октябрьском мосту столкнулись микроавтобус «Газель» и автомобиль «БМВ» В результате происшествия пострадали только машины, особенно легковушка «Газель» везла пакеты с молоком и после ДТП по асфальту потекли белые реки Разбитые машины заблокировали две полосы в одном направлении Из-за чего на мосту образовалась серьезная пробка А виной заторов в районе предмостной и на правом берегу была совсем не авария Сегодня участок дороги на правом бережье перекрыли, чтобы ремонтировать канализацию И сразу на нескольких улицах образовались огромные пробки Утром горожанам пришлось задержаться на 60 лет октября от завода «Пикро» до «Матросова» Вплоть до кольца стояли улица Сверловская, Симофорная А при въезде с правого берега на коммунальный мост движение и вовсе парализовало Несмотря на то, что красноярцев предупреждали о перекрытиях, многие двинулись привычным маршрутом Однако искать новые пути автомобилистам все-таки придется Привычную схему движения восстановят только 1 октября, когда закончится ремонт Неуловимая мстительница В глобальной паутине появилось полезное видео о том, как хрупкая девушка и ее стальной друг ведут борьбу против мусорной преступности Неравнодушная барышня передвигается по улицам на мотоцикле и подбирает мусор, который выкидывают водители А после этого возвращает ссор обратно Интересно, что предложат красноярцы и как они будут бороться за чистоту и будут ли вообще бороться Мила Хренова сегодня узнавала это у горожан Вы думаете, у нас чистый город? Ну, относительно Нет А вот люди, которые выбрасывают мусор на улицу, не в урну, а просто бросают Как вы к таким людям относитесь? Ну, не очень хорошо Всегда сама несу бумажку или что-нибудь до урны выбрасывают Ой, не знаю Мне кажется, таким людям ничем не объяснишь Только изолировать их от общества Может быть, флешмобы какие-нибудь устраивать? Можно и флешмобы Фантик куда выбросите? Правда? Добропорядочный гражданин? Конечно А вот как вы относитесь к людям, которые мусорят на улицах? Ну, не вложительно Они же здесь живут Зачем же здесь журсорить? Совесть каждого человека Есть, которые, не раз замечал, люди бросают Но встречаются, которые подходят даже за этими людьми и выбрасывают этот мусор То есть, что-то еще есть в людях такое Наказывать надо Как? Штрафовать? Не знаю Я хочу обратиться к нашей администрации, чтобы установили не только в центральных местах урны, но и в окраинах города Спасибо большое Телеканал Перец Красноярс дарит вам вот эту замечательную перечную кепку Носите с удовольствием и не мусорите Смотрите Перец Красноярск Завтра в Красноярске откроется большой картофельный фестиваль И сегодня у нас в гостях организатор этого фестиваля Юлия Крючкова Юля, здравствуйте Здравствуйте Никогда не думал, что картошка может привлечь внимание Почему это так? Почему картофельный фестиваль? Ну, сейчас самый сезон, все заготавливают картошку, копают картошку И в честь этого мы решили организовать картофельный фестиваль Почему бы не устроить? А это как-то может быть связано с помидором там, с каким-то, который проходит уже у нас в край? Да, естественно, фишкой минусинской является фестиваль помидора Мы решили сделать фестиваль картофеля Вы решили переплюнуть и свой сделать? Да Мы хотим сделать это визитной карточкой нашей выставки Которая называется «Осень на даче» Хорошо, понятно, спасибо Юль, вы пришли не с пустыми руками Откуда такие дары природы? Это самые большие овощи, которые приносят дачники, огородники к нам Они вырастили их на своих приусадебных участках и хотят похвастаться То есть, я так понимаю, вот это не на вашем дачном участке? Нет, не на моем дачном участке, к сожалению Это дачники, а будут еще больше на фестивале? Да, на фестивале картофеля мы проводим конкурс на самый большой картофель Этот конкурс будет проходить 20 сентября в субботу Каждый житель города может принести самую большую картошку, которую он вырастил И самому удачливому мы подарим теплицу Круто, теплицу Не знаю, совпадение это или нет, но сегодня трудовые отряды как раз копали картошку Давайте посмотрим, что у них из этого получилось в следующем сюжете Родители этих ребят на картошку ездили еще на грузовиках А молодежь, в отличие от старшего поколения, отправляется на поля в двухэтажном комфортабельном автобусе По многим из них сразу видно, в деле картофельном они новички Легкие кроссовки и одежда не совсем подходящая для сбора урожая Сегодня многие на собственном опыте поняли, что картошка не сразу появляется на столе в виде пюре или жареного блюда Ну вон, ребята собирают, я ношу Тяжело? Да не особо Пока живой вроде бы Сюда, на поле в Березовском районе, трудовые отряды приезжают уже в пятый раз Состав работников каждый год меняется, но цель акции остается неизменной Прекрасно себе отдают отчет, что это не для кого-либо, это именно для ветеранов, то есть для нуждающихся пенсионеров Ну на самом деле дети приезжают сюда, очень многие, не имеют вообще представления, как садится картошка Как она окучивается, как она пропалывается, как вообще даже копается Но после вот прошедших вот таких вот акций, дети уже сами, грубо говоря, могут стать консультантами в этом вопросе 75 начинающих и опытных работников дружно распределились по парам У каждой бригады свой командир За месяц кропотливой работы мальчишки и девчонки получают 3000 рублей И сердечное спасибо от тех, кому их труды достанутся Мы спросили, ребята, кто поедет копать картошку для ребят Ну, то есть у нас для пожилых людей, которые мы до этого ее садили То есть у нас были добровольцы, вот кто вызвался, тот и поехал Ну и естественно, факт того, что от школы освобождение мы даем, сыграло большую роль Сегодня дружная команда обработала 50 соток земли Свежесобранный картофель в мешках отправился в молодежный центр «Зебра» А там его передадут нуждающимся Мы продолжаем, я не могу успокоиться, я на самом деле думал, что это кабачок, друзья Но это оказался огурец Вы можете приносить свои выращенные овощи и хвастаться ими, чтобы все удивлялись Но, как это правильно сказать, в розыгрыше будут участвовать только картошки Чем больше у вас картошка, тогда тем и лучше, тогда можно получить приз Юля, расскажите нам поподробнее обо всем этом Где будет проходить, во сколько, чтобы зрители уловили и собирали свои дачные экземпляры Конечно, расскажу С завтрашнего дня в МВДЦ Сибирь открывается выставка Называется она «Осень на даче» Будет она проходить с завтрашнего дня и по воскресенье Каждый день с 10 часов до 6 часов вечера мы приглашаем вас Вы можете приносить картофель, выращенный на ваших приусадебных участках Мы будем его взвешивать И за самый большой картофель 20 сентября мы подарим теплицу Также вы можете прийти на нашу выставку, поучиться карвингу Это резко по овощам Также можете расписать картофель, принесенный с собой Или можете взять его у нас в МВДЦ Сибирь Нарисовать на нем шарж, поучиться это делать И забрать с собой такой презент с выставки Здорово, а будут какие-то, может быть, угощения, блюда из картошки или какие-то дачные? Да, одним из разделов фестиваля картофеля является блюда, приготовленные из картошки То есть это будут драники, шанги, булочки Мы будем угощать ими гостей, давать пробовать, рассказывать рецепты, печь прямо на месте Здорово, я думаю, получится очень интересно Юля, большое вам спасибо Знаете, я хотел бы вас попросить расписаться на нашей стене Потому что у нас есть такая небольшая традиция И мы просим наших гостей расписываться Я думаю, ну, вы можете, может быть, нарисовать картошку Или написать фестиваль и дату Я напишу название выставки, которая открывает свои двери завтра Выставка называется «Осень на даче» МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19 Осень на даче Ставлю свою подпись Приглашаю всех, приходите Отлично, Юля, большое вам спасибо Я думаю, я даже сам пойду Приходите И картошку захватите с собой, самую большую Хорошо, спасибо большое И спортивно, и выгодно В Красноярске стартовал конкурс на лучший плакат про ГТО Придумать, как призвать красноярцев заняться физической подготовкой Может любой желающий или даже целая команда Просто создайте эскиз плаката на компьютере в формате А3 И отправьте на электронный адрес, который появился на экране Победители получат денежные сертификаты За первое место организаторы обещают 6000 рублей Ну а мы сегодня предложили вам сделать фото, которое заставит красноярцев заняться спортом Снимки нужно было загрузить в нашу группу во Вконтакте Самый убедительный, на наш взгляд, снимок получился у Артема Александровича Он получает сертификаты от службы доставки японской кухни Краб-креветка Закажи три ролла, заплати за два Количество роллов не ограничено Подробности по телефону 218-09-18 Остальным участникам огромное спасибо Если вы не победили, включайте нас завтра в 18.30 И пробуйте свои силы в новом конкурсе На данный момент это все, что приготовила команда Что случилось Ищите наши выпуски в группе во Вконтакте Если вдруг вы сейчас не посмотрели Но я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания 18 сентября в городе Красноярске Переменная облачность без осадков Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду Температура воздуха ночью плюс 5, днем плюс 19 Редактор субтитров А.Семкин